На площадке «Спорт» собрались настоящие любители пейнтбола. Это и девушки, и парни от 18 лет. Они должны были встретиться на соревнованиях еще летом. Но пандемия внесла свои коррективы. И только в эти выходные встреча восьми команд наконец-то состоялась. География нашего турнира – это Сургут, Сургутский район. Ребята, спортсмены приехали поддержать наш турнир. С поселка Барсово, Сургутский район, с поселка Федоровский, с самого Сургута. И с нефтьюганской у нас команды размешаны. В общем, все хотят себе на полочку кубок нефтьюганской получить по пейнтболу. Нефтьюганская команда «Гюрза» существует всего неделю. Как и все участники турнира, пришли сюда за опытом, победой и позитивными эмоциями. У нас команда сборная. Мы, как сказать, откуда мы участвуем. С морской пехотой мы вообще, морпехи. Да, вообще юганские. Юганские, да, юганские морские пехотинцы, можно так сказать. Сами играем второй раз в этой игре. Очень нравится. Девушки против парней. Иначе как назвать схватку женской команды с мужской? А как признаются сами участницы, пейнтбол стал уже неотъемлемой частью каждой. Мне кажется, каждая игра, она особенная и неповторимая от других. Везде есть свои нюансы, есть моменты, которые где-то хочется исправить, подправить. Да, я здесь могла вот так сделать, убежать в ту фигуру. Они все разные. Кстати, не только эмоции в пейнтболе могут быть разными, но и вооружение. В этот раз в руках у игроков только механические маркеры. Собственно, механика отличается от электроники тем, что в электронике можно выпустить за раз очередь шаров. Механика выпускает только по одному шару. То есть скорость, сколько шаров я выпустил, ну не в секунду, а вот в минуту, скажем, зависит от того, как быстро я работаю пальцами. Победители получат эксклюзивные кубки и медали, созданные специально для этого турнира. Лучшие игроки будут отобраны в сборную Югры. А уже в октябре решится, какой состав отправится в Казань, представлять наш округ на соревнованиях российского уровня. Галина Зорина, Дмитрий Смирнов, телерадио компания «Юганск».